Добро пожаловать на борт нашего канала «Пираты губной гармошки». Сегодня мы снова приоткроем страницу Братового журнала и продолжим тему интервалов на губной гармонике. На этот раз поговорим о терции. Интервал, напомню, это расстояние между двумя звуками. Это расстояние измеряется в полутонах. Терция, вит большой, вит малый. Малая терция – это интервал, расстояние между звуками которого равно трем полутонам. Мелодически, то есть при последовательном звукоизвлечении, малая терция ограничена лишь диапазоном инструмента, а гармонически при одновременном звукоизвлечении доступна лишь в трех местах в октаве. Примеры мы будем слушать на трехоктавной хроматической гармонике, в ключе до, в стандартном строе соло. Ноты в этих октавах практически полностью повторяются. Таким образом, малую терцию на вдох можно извлечь на первом отверстии, и втором, который будет давать ноты ре и фа, соответственно. На втором и третьем ноты ми и соль, и на четвертом и пятом отверстиях ноты си и до. Для второй октавы интервал будет соответствовать отверстиям 5 и 6 на вдох, 6 и 7 на выдох и 8 и 9 на вдох. На третьей октаве 9 и 10 на вдох, 10 и 11 на выдох. Как видите, третий интервал выходит с диапазона гармошки, поэтому верхний октаве он попросту недоступен. Интервалы при нажатом слайдере будут теми же самыми, но на полтона выше. Они будут давать ноты бемоль и соль бемоль, фа и ля бемоль, до и ми бемоль. Как звучит этот интервал? Как его играть? Звучит этот интервал следующим образом. Малая терция отвечает за минорное звучание, поэтому интервал себе несет холодную краску. Сыграть его можно как с блокировкой губами, так и с блокировкой языком. Чтобы сыграть малую терцию с блокировкой губами, нужно расширить позицию для звукоизвучения веночной роте, то есть расширить рот, и сделать вдох на первом и втором отверстиях одновременно. Давайте сыграем последовательно наступные интервалы. Наконец, третий октавер. Повторим это упражнение при нажатом слайдере. В каких же случаях нужно использовать этот интервал? Малая терция. Вот люпин, пока ушел, его заменяет барбарису как настоящий пират с одним глазом. Этот интервал часто играют для того, чтобы разнообразить мелодию. Сыграем простую мелодию одиночными нотами, после повторяем с кроплениями интервала. Из-за того, что мы сильно ограничены в использовании данного интервала, кропления будут точными, однако даже одна дополнительная нота может изменить впечатление от услышанного. Также этот интервал можно использовать подобно большой секунде. Давайте сыграем в качестве примера на вдох на четвертом и пятом отверстиях. Играть мы будем дальше следующим образом. Звучим интервал и быстро перейдем на одиночную ноту. Это будет нота Си. Таким образом, как бы подстегнем в этот момент внимание слушателя, сыграв некое подобие фрошлага или дабл-стопа. Аналогично мы это проделали на третьем и четвертых отверстиях на вдох, играя большую секунду. Но так как интервалы различаются, впечатления от малой секунды будут много иных. Для того, чтобы использовать этот прием, нужно сперва научиться уверенно играть малую секунду. Можно попробовать с перехода на одиночную ноту, затем медленно расширяем позицию. Это позиция, в данном случае, примерно этого полости. В будущем можно успешно сочетать переход с одиночной нотой на интервал с мягкой атакой или мелизмой, например, с тремоло. Научившись переходить с одиночной нотой на интервал, нужно научиться также делать это в обратную сторону. Постепенно ускоряемся при переходе, и в скором времени у нас получится играть вышеупомянутый дабл-стоп. Большая терция — это интервал, расстояние между нотами которого равно 4 полутона или 2 тонны. Играется большая терция преимущественно в двух вариациях в октаве. Извлечь ее можно на выдох на первом-втором отверстии, и втором-третьем отверстие на вдох. Эти же отверстия будут в средней и верхней октаве. Однако за счет того, что строй гармоники повторяется не на 100%, в третьей октаве появляется дополнительная большая терция. Чтобы сыграть ее, нужно зажать слайд и извлечь на вдох 11-12 отверстия. Что касается остальных интервалов, они будут полностью идентичны, с нажатым слайдером, но на полтона выше. Играется большая терция аналогично малой. Извлечем нам вдох на втором-третьем отверстиях ноты фа и ля. Для этого расковываем его немного шире, чем при игре одиночного отверстия. Большая терция отвечает за мажорное звучание, соответственно, имеет теплый окрас. В отличие от малой, не так хорошо звучит при использовании своего рода дабл-стопа. Здесь можно провести аналогию с трелью. Трель хорошо звучит, если использовать интервалы малая секунда, большая секунда и малая терция. На более широких интервалах, на мой взгляд, она уже не воспринимается так гладко. Теперь сыграем мелодию одиночными нотами, а затем сочетание большой и малой терции. Помимо мелодического сочетания интервалы, можно использовать для того, чтобы получить некое гармоническое разнообразие. Например, в первом случае сыграем фа минор, в втором случае фа мажор. Это если бы мы переложили эти интервалы на полноценные аккорды. Извлечем их по очереди и получим гармоническое сочетание, которое можно сравнить с некоим ощущением возвышенности или героичности, как будто мы возвышаемся на определенной ситуации, ощущая своего рода душевный подъем. Также этот ход можно рассматривать как модуляция. Теперь сыграем пример, в котором будем сочетать не только большую и малую терцию, но и другие интервалы, как уже пройденные нами, так и интервал, который мы пройдем в будущих видео. Как мы поняли из этого и предыдущих видео, интервалы, большинство из них ограничено на гумной гармонике, поэтому наиболее эффективно применять их в совокупности. На этом все. Мы закрываем страницы портового журнала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Попутного ветра. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok